привет привет всем привет с возвращением на мой канал добро пожаловать с вами ваша царевна лебедь делаем себе расклад он о вас жестокая правда что он о вас скажет этот мужчина ваш загаданный что за мужчина придет давайте посмотрим мужчина по дьяволу то есть зависимо от от каких-то своих и склонностей нездоровых до находится в зависимости возможно пьет курит много чрезмерно тут можно даже сказать о том что человек зависит от секса склонны к изменам к манипуляции к предательству к воровству к вранью то есть все негативные качества такие порочные порочные качества собраны в этом человеке да в этом мужчине манипулируют людьми манипулируют женщины как-то их привязывать к себе да может быть играет на их чувствах привязывает их таким образом к себе тут показано что вы оба повязаны с ним дайте это незримая цепью нитью ну да да они нить а цепью скорее всего тяжелые отношения отношения которые очень тяжело разорвать по дьяволу практически невозможно то есть для этого нужно иметь огромную силу воли характера разорвать эти отношения уйти или или уже сама жизнь выталкивает из этих отношений но это происходит очень болезненно после дьявола идет аркан башня то есть если у человека не хватает силы воли разорвать с этими отношениями уйти то тогда уже высшие силы вмешиваются обстоятельства так складываются что вас оттуда будут выталкивать естественно это будет все проходить болезненно с какими-то потерями со слезами соплями до когда весь мир рушится но вам у вас уже заставляют что за мужчина еще раз да собственно у вас сейчас видимо это не происходит у него это тоже происходит человек то есть вот это ваша связь да так называемые кармические отношения да то есть для вас это урок для него урок для вас для вас это урок и быть сильным пройти эти испытания найти в себе храбрость наглость силу воли уйти из этих отношений под карты сами выпрыгивают просто кто-то в 3 до вмешивается кто-то 3 есть ваших отношениях вот так как как вы это этот урок свой пройдете это вопрос для него сейчас тоже урок да урок не обманывать не предавать тоже как у них это пройдет то это еще вопрос так ну мужчина сейчас говорят о том что переживает о потерянном грустит человек в трауре а возможно у кого-то у кого-то из этого из этих мужчин да ну то есть кто не смотрит и о ком идет речь да здесь мужчина у него может быть действительно кто-то умер из близких и родственников человек сейчас прямом смысле в трауре находится или это говорят в любом случае потеря каких-то отношений потеря человека дорогого близкого потеря любви какая же у тебя правда что ты скажешь об этой женщине которая смотрит тебя да она императрица я понимаю что она ценная женщина такая важная авторитетная я понимаю что к ней нужно прислушиваться и к ней люди прислушиваются до родственники дети внуки потому что эта женщина может прямом смысле вдохнуть в жизнь во все вода женщинам мать а я с ней поступал как это жертва я предал его я не евро жертву отдал до наши чувства в жертву отдал наши отношения как ты жертву отдал каким образом а то что я был эгоист до требовательный к себе много внимания требовала только для себя да но он тут вас видит парой вы вышли императрица он император человек жесткие авторитетные деспотичные даже можно сказать авторитарный то есть когда гнет свою линию и все эгоист говорит яву я находился на выборе я не выбирал ее но тут смотрите больше по картам человек как будто вывод сожалеет до сожаления такие вот у него какое-то вот признание расклад у меня называется он о вас и жестокая правда какую он правду жестокую скажет но больше здесь такое как раскаяние я наверняка даже поменяю название этому раскладу дам что он раскаивается до позднее раскание раз и позднее раскаивание покаяние до позднее покаяние так жестокая правда он о вас да говорит у меня все было прекрасно с ней просто вот живи и радуйся я можно сказать был счастлив рядом с ней но я вот еще какие-то третьи лица до вмешивались я позволял этому у нас как будто бы все было возможности были прекрасные создать семью жить счастливо но какие-то здесь третьи лица вмешивались он защищался периодически да то есть как-то отстранялся от вас уходил в себя у него такое было поведение непонятно что от него ожидать в следующую минуту вроде бы он с вами взаимодействует то начинает как-то вот сливаться до в плане что в зоне зоне недосяжности в зоне недоступности находится то не дозвонишься к нему то как-то он себя уходит не разговаривает какое-то такое состояние у него сам себе короче да сам себе да тут он больше у него идет раскаяние на данный момент видимо сейчас так его кидает да вот этот вот кармический урок который он сейчас проходит видимо что-то у него действительно сейчас очень плохо что вдруг такое вот раскаяние у него говорит да я был эгоист мне не важно было что она чувствовала что она хотела мне важно было только чтобы мне было хорошо а что она там это твои проблемы да главное что мне хорошо и все говорит что да вот здесь скорее всего были еще кто-то еще женщина была он и с ней общался и с вами да говорит да я с ней легкомысленно себя вел как ребенок не брал на себя ответственность что-то еще скажешь окну и что ну вот ты раскаиваешься да и что да говорит я рядом вернее она рядом со мной была глубоко несчастным человеком глубоко несчастной женщиной вроде бы у нас и были отношения да возможно здесь дом совместное проживание семья брак но она была очень несчастна плакала до расстраивалась но потом она для себя приняла решение выйти из этих ситуаций выйти из этой ситуации до выйти из этих рамок говорит и она сейчас похорошела выздоровела начала заниматься своей жизнью какой-то что ты еще скажешь а вот он и до раскаивается он раскаивается но как интересно интересный поворот говорит что я хочу ей отомстить больно сделать за то что она от меня ушла за то что не обращает на меня внимание живет для себя вот как-то вот что-то делает такое про вас говорить что вы что такое делаете в жизни сейчас как-то у вас абсолютно поменялось жизни вам пофига на мнение окружающих на мнение близких вот вы действительно занялись собой вот решили для себя что я хочу в этой жизни да и стали вот заниматься те чем вы хотите и перестали обращать внимание на мнение людей на его мнение а его это задевает плачет у человек вернись я все прощу говорит вот и жестокая правда да вроде бы раскаивается а говорит что хочу и отомстить ей больно и сделать чтобы она почувствовала как мне больно на данный момент той же тайная связь запретная связь так что это значит а то есть он что говорит каким образом так очень вам больно сделать помириться с вами вот упасть перед вами на колени вот да прости меня я все осознал и тому подобное но продолжать какую-то запретную связь тайную связи с красникой женщины вот и вся его жестокая правда да да его просто вот штырит раздирает и из-за того что вы сейчас на него не обращайте внимание он за вами подсматривает здесь следит как там и тут ну здесь его не по-детски колбасит и ревнует и хочет вас и злиться вот просто порвал бы как тузик грелку понимаете а вы как-то и хотите уже вырваться из этих его объятий да образно говоря вырваться из этих отношений а он вас пытается назад вернуть каким образом что ты моя будешь только со мной и все такая история разворачивается так женщина здесь сейчас значит мужчина этот в браке в браке или ваш муж или муж другой женщины так вот это он на своих фантазиях рассказывает что хочет чтобы вы к нему навстречу пошли стали как-то вот его соблазнять вот такая чтоб кошечка кошечка стали то есть говорит мне тебя не хватает вот это вот такого твоего поведения соблазнительного отношения вот действительно вот его штырит вообще не по-детски и и раскаивается муки совести его до грызут и одновременно с этим хочет вернуть вас потом чтобы вернуть вас не для того чтобы как-то вот зажить по-новому скажем так а чтобы вас как-то наказать вот больно вам сделать но здесь абсолютно нездоровые отношения ну по дьяволу что скажешь как я говорила да вперед что человек манипулирует как-то вот на жалость давит на чувства чувствами играет вот может быть и приходит периодически до извинения просит в колени падает в ноги вернее вы ему верите да думаете что может быть действительно что-то осознал но нет человек повторяю продолжает вести себя как и прежде и здесь показывают что это будет опять если он опять вот появится дам по я говорят что появится будет опять просить прощения вот и слезно умолять я я все осознал вернись мне вести до плохо и все там и тому подобное но это чтобы только вот держать вас возле себя на коротком поводке вот этого на этой цепи не отпускать вас вот это вот нездоровая такая любовь нездоровые отношения ему это нравится естественно а вам у вас не хватает силы из это из этих отношений уйти разорвать типа связь с этим дьяволом да по дьяволу ну вот это страшный суд и он проходит испытание сейчас урок как он сможет ли противостоять своему этому дьяволу то есть не манипулировать больше людьми до на жалость не давить но если ты уже пришел извиниться да то уже тогда и действует так как ты сказал что дай вот я больше не буду изменять и тому подобное для вас и страшный суд это испытание урок найти в себе силы уйти из этих отношений то есть для каждого уже время покажет сможете ли вы из этого выйти или нет но для этого однозначно нужны какие-то действительно вот характер сила воли и стержень чтобы с этим покончить потому что ну он будет конечно могу сказать исполняет это актер актеры актеры 1 как это актер одного театра да то извиняется вот из нее просят прощения опять потом ведет себя как по-прежнему ну то есть человек сам для себя не может понять как себя вести в этой жизни что ему надо ну хотя как он прекрасно понимает что он делает ему это просто нравится ему нравится обижать женщину доставлять ей какую-то унижать ее как-то делать и больно душевно и морально он прекрасно понимает скажем так не не будем вот его оправдывать да он это делает осознанно ему это нравится нравится когда вы терпите да и продолжаете находиться рядом с ним то есть он таким образом за счет вас отрабатывает свои какие-то комплексы что вниз несмотря ни на что продолжаете с ним находиться рядом вот такая вот жестокая правда что человек просто вами манипулирует